Дорогие коллеги, вы что, отобили наш семинар открытым. После летнего небольшого промежутка мы возобновляем наше заседание. Если предыдущие заседания были посвящены финно-угорским языкам, романским языкам, то сегодня мы перемещаемся в тюркским языкам. Герои нашего сегодняшнего дня были «Чувашский язык» и тема следующего заседания «Язык и песня культуры Чувашей». Доклад будет многокомпонентным. Это совместный доклад. С лингвистической стороны будет выступать Марина Васильевна Куцаева, кандидат филологических наук, но очень сотрудник группы финно-угорских языков. И Марина Васильевна защитила диссертацию по теме функционирования чувашского языка в московском регионе, в которой и музыка чувашского народа также занимает важное место. И я хотела бы поздравить Марину Васильевну с тем, что буквально недавно она получила диплом. И вот это вот прекрасное событие, конечно, не случайно, вот так закономерно все это складывается. И хотела бы представить следующих участников нашего семинара. Это Любовь Ивановна Бушуева, кандидат искусствоведения, доцент, заслуженный работник культуры Чувашской республики, старший научный сотрудник искусствоведческого направления Чувашского государственного института гуманитарных наук, доцент Чувашского государственного института культуры и искусств. И Галина Александровна Никитина, младший научный сотрудник кафедры этнологии Исторического факультета МГУ. Дорогие коллеги, я хотела бы пригласить Марину Васильевну, которая с подробной нам расскажет. Уважаемые коллеги, гости, позвольте представить свой доклад на тему «Язык и песенная культура Чувашей» в рамках проведения этого замечательного семинара. На данном слайде представлена основная информация о Чувашах. Согласно данным переписи 2010 года, на территории Российской Федерации проживает более миллиона Чувашей. Тем более, это пятый по численности этнос в Российской Федерации после русских, украинцев, татар и башки. Однако всего лишь 56% Чувашей от общего их числа проживают в самой республике. Это один из наиболее дисперсно расселенных этносов. 43% Чувашей проживают за пределами Чувашской Республики. Существует даже классификация Чувашей по географическому и современному административно-территориальному делению. Мы говорим о Чувашах Сибирских, Чувашах Татарстана, Башкортостана, Оренбургских Чувашах. В последнее время, в частности, в рамках моего исследования, мы говорили о московских Чувашах. Какие были основные причины расселения Чувашей в истории? Например, в XVII веке причиной миграции с исконных Чувашских земель, а исконная земля является Средняя Поволжья и Плюралья, в Заволжье и Зауралья, обмигрировали по причине колонизации Чувашских земель. Это была церковно-монастырская, правительственная колонизация, а также вольная крестьянская. И Чуваши были вытеснены из своих исконных мест проживания. В XVIII веке, в первой половине, было начато интенсивное строительство Закрамской, Оренбургской линии крепостей. Далее миграции были вызваны гонениями, которые последовали за раздромом крестьянской войны под предописком Степана Разина, потом Емельяна Пугачева. Далее последовала насильственная христианизация. А в XIX веке стало практиковаться отходничество на уральские металлургические заводы. Была стала юридской реформой, основной задачей которой было освоение Сибири. В 1920 году, на всем известно, это был голд в Поволжье, репрессии, раскулачивание, война. Далее было освоение целинных земель Оренбуржья и Казахстана. И уже более современный наш этап это освоение нефтегазовых месторождений Сибири. Но в последнее время очень привлекательна в экономическом плане и притягательна Москва. На слайде представлена генетическая классификация чувашского языка. Чувашский язык принадлежит булгарской группе тюркских языков. В группу входят также мертвый хазарский и булгарский. Таким образом, у чувашского живых родственных языков нет. Что касается диалектов чувашского языка, то в чувашском языке, как мы видим, различаются два основных диалекта верховой и низовой, а также зона переводных бомбров, которая теперь называется средним диалектом. Верховой велиал диалект распространен в северо-западной части республики. Он сложился в результате контактов с русским и марийскими языками. А низовой, а на три, расположен на юге республики, испытал значительное влияние татарского языка, особенно в лексике. Что касается среднего, диалекта то долгое время было принято считать, что это зона переходных говоров. Но в последние годы уже стоял с точки зрения что это средний диалект, и уже в энциклопедии «Язык и общество» констатился, что средний диалект назван «малген», то есть восточный диалект. Принципиальных различий между диалектами нет, наибольшее различие на фонетическом уровне. Что касается лексики, то в меньшей степени опять-таки это объясняется влиянием марийских говоров на верховой диалект и татарского языка на низовой. Но, тем не менее, диалекты взаимопонимаемы и принципиальных различий между ними нет. Что касается литературного чувашского языка, то письменность литературного языка сложилась, и письменность в том числе, сложилась благодаря Ивану Яковлевичу Яковлеву, патриарху литературного чувашского языка. Дело в том, что изначально Яковлев планировал создание двух вариантов письменности для верховых и низовых. Чуваший, однако, к моменту реализации первого этапа отказался от этой идеи, и основу чувашского литературного языка составил низовой диалект, родной для самого Яковлева. Тем не менее, в 1920 году чебоксары стали столицей чувашской АССР, и они были расположены в зоне верхового диалекта, и литературный язык таким образом испытал значительное влияние в том числе и верхового диалекта. Ну, что касается самого Яковлева, его вклада в развитие чувашского литературного языка следует сказать, что, восходя из тех записей, которые он делал в своих ранних дневниках, все-таки конечной целью создания и приобщения инородцев, как тогда говорили о чувашах, как нерусских народностях, было все-таки приобщение к русской культуре, к достижению мировой культуры посредством использования в данном случае чувашского языка в образовании и в школьном обучении. Все-таки главным образом это был курс на русификацию. В настоящее время государственными языками в Чувашской Республике являются чувашский и русский. Здесь представлены законодательные акты, которые регулируют использование чувашского языка в Чувашской Республике. Чувашский в основном сейчас используется, главная его сфера использования в официальной сфере это сфера образования, я скажу чуть позже, сфера массовой коммуникации, районные газеты выходят на чувашском языке, сфера науки, это в основном коммунитарная сфера, сфера книгоиздания, сфера театрального искусства, идут пьесы в национальном театре на чувашском языке и можно сказать, что в целом театральное искусство на чувашском сыграло важную роль в становлении самого литературного языка. В сфере религии в православных храмах, в приходах наряду с церковнославянским используется также и чувашский язык. В случае ведения службы на церковнославянском возможно и даже обязательно, наверное, чтение молитвы «Отче наш» на чувашском. Мы знаем, что полный перевод Библии на чувашский язык был осуществлен в 2009 году. В сфере сельскохозяйственного производства также используется чувашский язык в связи с тем, что там велика доля неофициального общения. В сфере государственного управления, конечно, чувашский софункционирует с русским согласно законодательным актам, однако не так часто доводится услышать чувашский язык на заседании в Государственном Совете Чувашской Республики. Тем не менее, части документов, например, указы или акты дублируются на чувашский язык. Что касается сферы образования, то здесь приводится таблица, которая была опубликована в энциклопедии «Язык и общество». В сфере образования чувашский, как мы знаем, используется с 1870-х годов после того, как уже остроилась письменность, которая была предложена Яковлевым. В 1960-х годах в национальных школах преподавание на Чувашском прекратилось, начиная с 5-го класса, и обратный процесс уже в середине 80-х годов стал происходить. Чувашский стал вводиться как предмет в русской школе города Чебоксары. И в рамках своего исследования мне доводилось, слышать совершенно две противоположные точки зрения. Например, люди старшего поколения говорили о том, те, кто посещал национальные школы, говорили о том, что им очень нравится, в принципе, что теперь все больше русского языка в сельской местности, потому что им было очень сложно переходить на русский язык. им как-то выдавали, одна мне сказала, нам выдавали специальные словари, чтобы мы пользовались ими. Нам было сложно. У нас потом был акцент. То есть они, в принципе, одобряют введение все большего уроков русского языка в образовательном процессе. С другой стороны, молодое поколение, выросшие в городе, говорили о том, что им было трудно в свое время в школе учить чувашский, потому что дома они на нем не разговаривали, и у них возникали какие-то проблемы, слезы или даже какие-то неприятия было чувашского языка и домашних уроков, связанных с выполнением заданий по чувашскому языку. В принципе, вот как пишут исследователи, социологические опросы показывают подавляющее большинство детей, изучающих чувашский как государство в настоящее время в условиях города, когда дети дома не говорят на этническом языке, не могут говорить на нем даже после 9 лет обучения. И мы видим из этой таблицы, что все больше сокращается количество часов, отведенное на изучение чувашского языка, причем не только в городе, но и в сельской местности. За счет того, что большее количество часов отходится на подготовку к ЕГЭ по русскому языку. Как мне сказал коллега, в Чувашии с рождения готовятся к сдаче ЕГЭ по русскому языку. Билингвизм в Чувашской республике достаточно широко распространенное явление. Мечты Яковлева, по-моему, сбились. По данным переписи, практически все чуваши владеют русским языком, чувашским более половины населения. А кто же эти люди, кто владеют Чувашским языком республики? Опять-таки по данным переписи. Как мы видим из этой таблицы, старшие поколения достаточно хорошо владеют Чувашским, но значительный спад наблюдается в городской среде, именно среди молодого поколения в когортах от 3 до 19 лет. Причем не только именно в городе, но и мы видим незначительный, но и уже языковой сдвиг у молодежи на селе. Поскольку в силу исторических причин, как я сказала, почти половина Чувашского этноса проживает вне Чувашской республики, возникает беспокойность с сохранностью Чувашского языка не только в самой Чувашской республике, но и за ее пределами. Вот на слайде представлена выдержка из закона о языках народов Российской Федерации, статья 3. Она предусматривает использование в ряде официальных сфер чувашского этнического языка в местах компактного проживания этнической группы. Но местом компактного проживания Чуваши является среднее Поволжье и Приураль, в частности, например, в Шатарстане и Башкортостане предусмотрено изучение чувашского в школе и функционируют СМИ на чувашском языке. На другие регионы, например, на московский регион, там, где Чуваши проживают дисперсно, положения данной статьи не распространяются. Но в рамках своего научного исследования я занималась функционированием чувашского языка в московском регионе. И, в частности, нашим респондентам, это было 100 респондентов, а всего Чуваши проживают, по данным перекиси, более 26 тысяч на территории Москвы и Московской области, нашим респондентам задавался в том числе вопрос о том, на каком языке они чаще слушают или поют песни. И, как выяснилось, все-таки чувашская песня выполняет особую роль в чувашской диаспоре. Вот данные, практически 70% наших респондентов заявили о том, что так или иначе им доводится слушать песни на обоих языках. Они, конечно, отмечают, что пространство русского языка в связи с тем, что радио и телевещание ведется на русском языке, конечно, значительные. Однако, в их жизни есть место для песни на чувашском языке. И, причем, речь идет не только о старинных народных песнях, которые, так или иначе, некоторые из наших респондентов могли напеть по собственным саможеланиям во время интервью. Но самое главное, в настоящее время процветает современная эстрадная музыка, которая перерабатывает фольклорные песни и создает новые, путем наложения их на национальный чувашский ритм «Чеваш Юрий Таши». И необходимо отметить, что пробуждение интереса к чувашской песне связано с рядом причин. Во-первых, это тоска по малой родине. Причем, респонденты говорили о том, что я пока мало слушаю чувашские песни, наверное, я еще не соскучилась. Другие говорили о том, что, наоборот, с каким-то периодом времени, в течение какого-то периода времени они не скучали, но потом какой-то интерес и тяга возникли. Другие, можно сказать, скучают по языку. Им интересно. А что еще из чувашского, я сейчас понимаю. И они слушают песню. В силу возраста, это вполне естественно, люди как-то испытывают эмоциональный подъем и радость при звуках чувашской песни. Ну и, конечно, тоска по философии, которая заложена в этих песнях. Приведу небольшую цитату. «Для меня осознание философии народа приходит через фолькор. Да, и песни наши о скоротечности жизни, что мы все тленные, но наши не тленные. Имя наше не тленно». Вот это очень часто используется. Вот, допустим, водица-то льется, чистейшая водица льется, а вот камни тяжелые остаются. Дни-то наши как водица уходят, а вот дела остаются как камни. То есть мы уйдем, а имя наше останется. Вот это для меня сумасшедшая глубина, сказал один из респондентов. И подчеркну, что опять-таки одна из наших респондентов сказала так. «Мы на русском в основном всегда, но мы все в душе немножечко с корнями». А наиболее активными слушателями являются люди средних возрастных когорт. Ну, они очень активно посещают чувашские мероприятия и концерты. А вот люди старше 60 лет в ряде случаев заявили о том, что они практически забыли песню на чувашском то ли в силу возраста, то ли в силу того, что им больше не с кем петь. Дело в том, что раньше, как пели, сказала одна из наших респондентов, родственники приезжали в гости, а теперь многие уже умерли и не с кем стало собираться. И вот здесь как раз для меня какая-то выявилась такая корреляция. Вот если раньше в диаспорной группе чуваши собирались по праздникам и пели застольные песни в основном группы и с приходом, и с уходом из жизни людей близких песня угасала медленно в какой-то давной семье, то сейчас чрезвычайно расширился спектр ситуаций, в которой человек из диаспоры может прикоснуться к этой песне и поддерживать с ней связь как индивидуально, так и в группе сообща. Посмотрите, совершенно разные ситуации. Это и застолья, и концерты, проводятся чувашские дискотеки, о них я скажу чуть позже, ну и курсы чувашского языка. Дело в том, что изучение истории, культуры и также песен является неотъемлемой частью курсов чувашского языка при полномочном представительстве Чувашской республики в Москве. Удалось пообщаться с некоторыми из слушателей этих курсов, они заявили о том, что они размирают песни, смысл понятен и в них скрыт, когда ты понимаешь песни, сказал один из респондентов, там есть такой смысл спрятан в этих песнях, там песни здорово. И по случаю праздников учащиеся курсов также уже выступали с большим, можно сказать, успехом. Кроме того, действует московский чувашский хор, который мы сегодня будем с радостью слушать, проводятся чувашские дискотеки и приезжают чувашские коллективы, которые выступают на различных площадках. Кроме того, мне известно, что один из учащихся курсов чувашского языка, с которым я познакомилась, позже он уже перешел в состав вашего прекрасного хора. Так что связь, определенная между курсами, музыкой и чувашским языком, безусловно, присутствует. А что касается пространства, нового пространства чувашской песни, то, конечно, человек в настоящее время с диаспорой может слушать как дома, так и в машине, так и в общественном транспорте, а также существует и чувашская радио, чуть позже о нем. И резюмируя именно ситуацию, когда человек имеет возможность соприкоснуться с музыкой, позволю себе привести цитату. «Понимаю, о чем пою, пою на все праздники. Когда гости приходят, на телефоне у меня есть чувашские песни. Простите, эта женщина, она представитель второго поколения. Она выросла в семье, где оба родители чуваши, родилась в Москве. Не одна, а много. Я их закачиваю на сайте. На сайте Васильева, артиста, чувашского. Вот у него и песни. Он чебоксарский. Вот у него и скачивают. На телефон. И слушаем потом с мамой. Мама всегда в слезы. Но иногда, когда вот в огороде ягоды собираем у нее, мамы слезы начинаются. Поется, например, о любви. Ну или как невесту украли. Это песни современные. А есть в обработке. Фольклорные. Ну, мне ближе идти, идти. А еще слушаю, когда гости приходят. Я еще и в электричке слушаю. Наушники включаю. И если бы я не ездила, когда с трехлетнего возраста в деревню, я бы, наверное, и песен этих не понимала. А так я слушала с детства. Я вот в деревню приезжала. Там бабушки и дедушки сидели на скамейке по вечерам. Они до двенадцати сидели около калинки. И начинали. Кто вяжет, кто придет. И начинают песни петь. А еще мой папа всю жизнь играет на гармошке. Так вот мы с ним вдвоем перед гостями. А гости начинают на чувашском. Вот недавно на юбилей приезжали к нам за столом всегда. У нас были чувашские песни. Ну и в последнее время проводятся также чувашские дискотеки на базе различных танцевальных площадок. Вот здесь они по случаю годовщины, это было 14, уже этой инициативе практически 14 лет, было организовано замечательное мероприятие. А для чего приходят? Вот по словам одной из бессменных организаторов этого мероприятия, складываются пары земляков. Причем они женятся, потом уже приходят со своими детьми. Кто с одним, кто с двумя. Друзья просто приходят, чтобы увидеть земляков. Некоторые, которые состоят в браке с не-чувашими, то есть русскоязычными, они просто скучают. Какая-то тоска возникает. Конечно, не у всех бывает тоска, но у тех, кто испытывает тоску, приходят. Молодежь, которая выросла в городе, в Чебоксаре, в Новочебоксарске, и никогда они практически не разговаривали на чувашках, в пространстве этой дискотеки просто вынуждены общаться на чувашском, поскольку все-таки они приучают всех к чувашскому языку. И действует радио Шупашкар FM. И создатель этого радио, в общем-то, занимается далеким от журналистики делом и музыки. Тем не менее, все-таки он воплотил свою мечту о продвижении качества на чувашской музыке. Он закачивает на сайте песни и так позиционирует свою радиостанцию. Первая чувашская интернет-радиостанция. Вещание на чувашском языке. 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Чувашская популярная музыка. «Народные песни современной поп-обработки». Ну, многие наши респонденты средних и младших когорт имеют представление об этой радиостанции и часто ее слушают. И для некоторых это чуть ли не единственный способ приобщиться к чувашскому языку. Поэтому вслед за активистами этого движения смею надеяться, что у чувашских язык и мелодий еще не вечер. Ну, и в заключении своего доклада я предлагаю окунуться в атмосферу современной чувашской эстрады и послушать клип, чувашской дискотеки, и послушать клип замечательного чувашского дуэта Щелармана. Спасибо. Скажите, можно задавать вопрос? Сейчас. Еще не совсем. Да. Спасибо. Спасибо. Он менящик, юродуза, это юно-певезердуза. А любви? Я рада. 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 КОНЕЦ 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 Спасибо. 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 Спасибо большое. У вас были вопросы? У меня вопрос. У нас такой вопрос. Вот эти чуваши, которые появились по-молвски, как бы, основа, да, дальше уже было расстеление, откуда и когда они там появились? Где? Как это? Как это? Это, наверное, больше к этнографу. Урал-Алтайский язык. Да. Урал-Алтайский язык. Например, началось. Как появились? Откуда они пришли? Урал-Алтайский язык. А там жизнь в доме грнёвых. Урал-Алтайский язык. Урал-Алтайский язык. И вот второй вопрос, который связан с языком. Это вот, ну, тюркские языки, они довольно дескатывают другу, обычно понимают, да, разные тюркские народности. Вот Чувашский, к какому он ближе? Вот, например, на Татарии, на Чувашке. Никто никогда никого практически не поймёт. Более того, я давала этот клик слушать киргизм, да, который киргизм достаточно, да, они сказали, что это турки? Они не поняли, что это Чувашка. Нет, ну, только ли те, а общие распады. Распад турская общества начинался с уделения булгарской подробности. И это произошло где-то в середине, видите, что наша глубина тюркской семьи сопоставляет с глубиной германских языков. Они, тем более, наиболее отличающиеся, это Чувашский, как это продолжение, это западно-булгарский садбург, они не взаимопонимают. Одинные слова узнаются, но не больше. И только в зоне контакта, где татары встречаются с Чувашами, они ещё могут больше опознавать. А вот в какой-нибудь Башкире, если вы, или в Карачаеве, если вы, ну, вообще ничего не слышали. Хотя друг друга, я не пойму. Да. Спасибо большое за вопросы. Скажите, пожалуйста, в дискуссии? Нет, сейчас тогда какие-то вопросы. Вы знаете, на самом деле... Да, хорошо, давайте тогда чуть-чуть. И потом хотели бы продолжить, а потом вопросы остальные перенести на конец заседания. Ну, это не столько вопросов, как в комментариях, а про диоректы. Дело в том, что, ну, вот, я и еще на экспедиции, присутствующие лидеры в Чувашской экспедиции, в СССР, и, кажется, они довольно сильно отличаются... Я давала эту информацию, которая была в церковной обществе, потому что моя личная информация, это, как там, не влечу вашего языка, это социалинвестика. И дала базовую информацию, не ставила свою целью посвящение какие-то большие детали. Потому что это, на самом деле, в данном случае, не релевантно к основной теме. Ну, вот, это понятно, но все-таки они отличаются и очень сильно, не только в том, что они не есть. Мы не отличаются. Ну, в том, что они получают. Я не могу сказать, что в СССР вообще не всегда есть. Вообще, Чувашская общность, современные делятся на почках и все остальное. Вериалы и анатолики, они между собой довольно-таки стихи. А, ну, то есть листы? Да, да. А почка, в Лиза, почему-то ничего? Это можно было бы сделать, как там, как осетинский гигант, как азеровский гигант. Это отдельные, это отдельные сущности, которые и чуваки. У них много чего-то, что они не знают. У них много чего-то, что они не знают. У них мало, что они не знают. Ну, очень много оснований. Большое спасибо. Даня, у нас, Даня, у нас, Даня, у нас. Наташа, я не знаю, что это таки вопросом, что с электрактической компонентом мы переходим уже к митико-ринческой. И такие более высокие вопросы можно будет отсудить и после, да и потом у нас будет еще развитие велика-ринческой. Я хочу пригласить, это будет память, как Жуеву, кандидата искусствоведения, доцента, заслуженного работника культуры Чувашки-рискулистики, который вот как раз второй аспект, который у меня, который я очень люблю. Спасибо. 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 Дорогие друзья, у меня немножко течет голос, так что, если вам будет не очень слышно, вы поправляйте меня. Большое спасибо за приглашение. Я представляю Чуваший представитель института митарных наук, отдела суставоведения. И передо мной стоят достаточно сложные задачи в течение, ну, сколько там, минут, откуда-то минут 20 поставить проблему, очертить проблему, которая, знаете, занимается музыкобеда десятилетиями, и, в общем-то, до конца все не прояснено. Так что, если что-то вы дополняете. Каждое из народных приносит своим отличительное число. Специфика, собственно, Чувашия связана с тем, что Чувашия находится в такой пограничной, как бы можно сказать, зоне, на стыке запада и востока, на посечении европейской, связанной с православием, и азиатской, связанной с мусульманской верой культурой. И это, конечно, не могло не оказать влияния национальный облик и самосознание нашего народа. И также многовековое соседство Чувашия с другими этносами, в том числе и с крупнейшими русскими татарами, также пройдяло соответствующую модель поведения. И повлияло на специфические формы выражения эмоций и чувств. Ну вот тут я как бы подхожу к особой проблеме, к особой теме, это менталитет Чувашского народа. Это огромнейшая тема. Я знаю, что тут есть специалисты могут меня поправить. Но мне хотелось бы обратить ваше внимание только на один факт, на то, что вот ментальная конструкция, сопоставление разных культур, которые выражаются как свой и чужой, она достаточно явно освечивается среди народов побожия именно в Чувашской, в Чувашских песнях и сюжетах, пословицах и поговорках. И подобного рода сопоставления на сегодняшний день в других культурах не встречаются. И вот наиболее показательный процесс такого рода, несомненно, можно отнести такое известное подсказывание, его нашел наш известный языковед Николай Иванович Ашмарин, опубликовал в конце 19 века, точнее в 1892 году в своих очерках народной поэзии Чуваш. И это такое выражение «Мы не русские, не татары, чтобы ездить по большим дорогам». Это говорит о том, как себя Чуваши чувствуют во внешнем мире. Понимаете, народ этот скромный, народ этот самодостаточный, народ независливый, народ, который знает свое место в жизни. И в этом нет никакой ущербности, это вот такое свое особое место. Но я могу, конечно, продолжить дальше, другие сюжеты. Но вот есть писемные сюжеты, они встречаются и в молодежных работных песнях о том, что как девушка выбирает себе жениха, и вот каждый куплет строится таким образом, она с русским сравнивает, там с марицем, с татаром, все-таки останавливается на своем родном Чуваши. Вот. Достаточно долго Чуваши находились в особой социокультурной ситуации, обусловленной постоянной борьбой за выживание. И к тому же, что особенно важно, отсутствует единый культурный центр, который бы объединял Чуваши, служил бы местом общения всего народа и местом, где можно было бы стереть, могли бы пропасть различия в подежде, в орнаменте, в других элементах материальной и духовной культуры. И вот эти обстоятельства способствовали некой самоизоляции народа и формированию одной из главных чертов вашей культуры, это превращение некоторых форм в законсервированные элементы прошлого. И вот о данной особенности, о проявлении ее в различных слоях Чувашского общества, замышляли историки, филологи и музыковеды. Давайте включим, пожалуйста, следующий слайд. Вот я как раз хотела вам представить, независимо от достаточно друг от друга, о самоизоляции говорили швейцарский историк Андреас Пакеля, он занимался исследованием Чувашского музея в 19-м веке, он отмечал славу на специальную милизацию, связанных, как и так далее. Чувашский филолог Юрий Михайлович Артельев называл объявления культурным и этиологическим герметизмом, ну а Чувашский миф Минокрадет Михайлович говорит о консервации региональных и диалектных особенностях. И вот благодаря этим особенностям многое в Чувашской песен и культуре сохранилось как бы в первозданном и чистом виде. И данные же обстоятельства объясняют причину интереса к чувашской музыке следователям других стран. Пожалуйста, перечисать. Вот тут я упомянула несколько публикаций. Первое это делала Миссарш, который опубликовал, что вот он в памятнике старой человеку. И затем, ну, известный венгерский музыкант, известный он, конечно, не только на самом себе, это музыкант-педагог, но его заранее было Фаркс, да, вы знаете, больше знаете такую фамилию. И вот в середине 20 века, 1947 году он написал статью под примечательным названием «Зачем нам нужна чувашская музыка?» Вот, где он подробно обосновывает свой интерес к чувашской музыке. Я потом еще расскажу об этой статье. Ну, это было целое направление олимпийского музыкознания. Его последователи властного века, Патерина и Факша, они приезжали в Чуваши, они записывали чувашскую песню и издавали в себе на венгерском языке. Значит, вы подопишите, вовремя чувашской народной песни. И еще в 60-70-е годы, в прошлый век, нам приезжал в Болгарии Николай Скаутман. Это болгарский филолог. Вот он опубликовал, кстати, у она есть и на чувашском на русском языке, и на болгарском. И помимо своего исследования, он, поскольку занимался собиранием парклёра, и еще по чувашским деревням, он еще сделал две обработки чувашских народных песен для бора Акапелла. Вот, и следующий слайд, пожалуйста, вот Золотом Ходой, исследуя чувашский парклёр, вот видите, он сделал целую таблицу, там же на таблице ингерства чувашко-куруминских песен. Многие области современных монетарных наук, в их числе, можно упомянуть археологию, филологию, этнографию, археологию, подтверждают сохранность древней обрядовой системы и жанров музыкального парклёра. Их близкие аналоги обнаружатся только в архаических пластах парклёра соседних народов, например, в Катарусе-Скаш. Чувашский музыкальный фольклёр является древней, цельной, самостоятельной и глубоко структурированной системой, обладающей своеобразным устойчивым комплексом музыкально-филитических средств в области. Его структурированность проявляется буквально в каждом из компонентов. Пожалуйста, включите следующий задание. Я компоненты разделила на БДУП, музыкальная и поэтическая. Эта система более стадиальная. В ней есть и архаика, первичная и более высокоразвитая, и более позднее образование. И в каждой группе наблюдается высокий уровень не просто повторяющихся элементов, а некоторых формул, мелодических, ритмических, характерных для чувашской музыки в целом. И еще важно, сегодня уже Марина Васильевна сказала, что для понимания особенностей чувашского фольклора необходимо также учитывать диалектные отличия. Пожалуйста, включите следующее. В связи с территориальным разделением чуваши на три основные этнографические выводки. Значит, Турьер или Лилия на Турьер, а на Турьер, а на Тмичер. И помимо этого в музыкальной культуре низовых чуваши встречаются несколько субдиалектов и резон. Это, конечно, прежде всего по музыкальным параметрам. Есть правобережные линии чувашские, правобережные линии законности, среди линии. А несмотря на некоторую изолированность чуваши от внешнего мира, чувашскую культуру как систему трудно представить без межэтнических взаимосвязей и активного взаимоотмена с этностями с соседями. И вот сравнительный анализ в этом музыкалении считается одной из самых сложных проблем, поскольку, чтобы сравнивать, надо знать хорошо культуру горзого народа. В этой области есть значительные исследования, исследования не только чувашских музыкалей, но и в татарских, удмуртских, марийских. То есть каждая культура себя проявляет. Но мне хотелось бы упомянуть о вкладе докторского видения. Профессоран Михаилович Кондратьев, включите, пожалуйста, вот его портрет. Он осуществил анализ и систематизация региональных свойств национальных культур, поставив в центр свое исследование чувашского культуры. Исследование типичных региональных свойств позволило ввести в современную науку новый научный термин. Вот, голго-уральская музыкальная цивилизация. И под ним подразумевается существование некой наднациональной музыкально-коэтической общности, объединяющей разноциональные традиции. И дальше мне хотелось бы рассказать о некоторых видах взаимодействия. Знаете, вообще, чтобы рассказать подробно, надо взять вот эту книгу и прочитать, которую вы как-нибудь поприбучи. Да, сегодня я потом вам покажу ее, да, она у меня с собой. Вот, поэтому я могу очень-очень кратко, потому что, вы знаете, это больше как бы специфические такие научные проблемы. Да, я бы очень кратко скажу, что у нас общего есть с другими народами. Вот, но я уже упомянула о венгерах, чувашских болгарах, чувашских параллелях. Они заметны в ладовой системе, в ритмике. Вот, и, как полагает Михаил Двигович, знаменитые венгерские сит-попы, они родственны им визировать ритмическим ячейкам чувашского фольклора. А в чувашском фольклоре вот обычно вот такие ударения. Да, то есть на первой коротке, на второй коротке. Вот, общие черты с болгарами, заметны в жанровой системе, также в ритмической законодательности. Безусловно, огромную роль в процессе формирования культурного облика чуваши сыграли русско-чувашские связи, то есть освоение чувашьими элементами русской культуры, а через нее и мировой выступивший в качестве образца. Вот сегодня уже был представлен паркет Ивана Яковлевича Яковлева, основателя чувашского письменности. Ну, наверное, вы слышали, что Яковлев основал чувашскую, Семьерскую учительскую школу. И за образец воспитания в этой школе он взял русские традиции, и в частности в области музыки, дети учились на образцах русского кольклора и на русской классике. Вот, и в свою очередь композиторы чувашские, разное поколение композиторов. Для них тоже, конечно, русская школа, начиная с глинки. Вот это жанровая модель, это мелодическая модель, то есть это все в опоре, конечно, на русских музыкантов. И также многие русские музыканты приезжали к нам и зажили тоже образцы основы фиксионализма. Ну, а что касается, собственно, фольклора, ну, вот сегодня уже говорилось, чуваши, они расселены, многие, с пределами чуваши. И вот, например, те чуваши, которые проживают в Самарской области, у них встречается особый тип мелодики и лада. Это двух-трехголосия, оно больше напоминает русское, хотя в нем есть элементы пентатроники. И также вот черты, похожие на русскую музыку, встречаются, например, из акамских, чуваши, хороводных песен. При обладании вокального начала и любовь к вокальному исполнению чувашской музыки роднит чувашскую музыку с татарской, марийской, удмуртской музыкой. Об этом можно говорить много отдельно, поскольку у чуваши было всегда особое отношение к пению. Вот умение петь, оно в крайне, и об этом впервые говорил Венгсин Александрович Машков, исследовавший чувашскую музыку и напечатавший в конце 19 века свой труд «Мелодика чувашских народных песен». Это очень уникальная личность. Машков занимался этнографией как любитель, но сделал это он очень профессионально. И вот его первый труд, где опубликовано 77 чувашских мелодий, ему этим мелодиям предпослал он небольшой такой аналитический очерк. Впервые он исследовал чувашские песни. И вот в этом аналитическом очерке много говорится об обычеях чуваши. Он сделал также попытку проанализировать чувашские песни. И действительно, многие чуваши охотно откликались на его предложение спеть что-то свое чувашское. Буквально не находился ни одного человека, который бы отказывался петь. Многие пели по 20-30 песен. Но среди чуваших встречались и уникальные личности, которые знали сотни песен. И вот сейчас я вам хочу как раз включить голос певца. Это самый знаменитый наш певец Габриил Федоров. Человек... Подождите сейчас. Ага, вот Парфитовым. Давайте очень дальше. Смотришься. Габриил Федоров. Дело в том, что у него очень необычная судьба. Ему очень рано пришлось работать. И работы его тоже были тяжелые. И вот к 40-х годам он полностью потерял зрение. Он занимался плазоплетением, но это не мешало ему заниматься сбором кольфлора. У него была совершенно уникальная, уникальная память, поскольку он знал около тысячи народных набилов, в картном набиле по нескольких куплетам. И когда его спрашивали, как он это сохранит в своей памяти, вот он говорит, что они у меня как-то осинились. Я их перемешаю и снова найду. Просто совершенно уникальный человек. Но к нему приезжали люди с тем, чтобы спеть ему песни, поскольку знали, что песни не пропадут. И вот узнав о такой его особенности, к нему ездили не только музыканты из Чувашии, музыканты-фольклористы, к нему приезжали и композиторы из Москвы, Виктор Белый, Мариан Коваль, к нему приезжали музыканты из Ленинграда, Ленинграда тогда Александра Егора записывали на пево. Но как человек творческий, он не только запоминал мелодии, он и создавал их сам. И вот одна из самых знаменитых мелодий в Чувашском партнере, «Атип Апчи», «Отцовский сад». Все-таки партнеристы полагают, что эту песню Габриил Федоров сам сочинал. А вообще самую первую песню, которую он пел, он запомнил, когда им было всего лишь пять лет. Давайте включим, подключим голос Габриил Федоров. «Отцовский сад», «Отцовский сад» «Отцовский сад» «Отцовский сад» Ну, вообще, таксольно песни исполнялись редко, потому что Чуваш преобладала ансамблевое пение, и это еще одна отличительная черта, которая отличается Чувашской пением от татарской башкирской письмой. Также отсутствие музыкального выпуска в лирике – еще один важный показатель Чувашской культуры. У Чуваш изнаградена старая набряда лирика, в отличие от чисто лирических татарских баэтов, башкирских кубаиров, мордовских поистовательных песен. Ладовой основой большинства песен народов Побожья является Пентатоника, и это дало основание еще в 60-е годы назвать наш регион Назив Гаязович Жиганов, рептор Казанской сенсерватории, назвал наш регион Пентатонной зоной Побожья. Но Пентатоника на слух очень легко отличается, и обычно я, ну, конечно, сейчас я не буду играть, когда даешь послушать китайскую мелодию, она тоже на Пентатонике, Чувашскую, татарскую, обычно студенты, люди взрослые, знаете, они как-то безошибочно, вот, честно, на интуитивном уровне я это чувствую и отвечаю. Вот. Что касается ритмики, мне хотелось бы еще раз напомнить статью Золтана Кодея, почему он обратился к Чувашскому фольклору. Ну, вы, наверное, знаете, что самый знаменитый, пожалуй, венгерский композитор 19 века Ференс Лист затронул тот пласт, который лежал на поверхности, это стиль вербун-кош, это такой своеобразный, очень яркий, эффектный, но сплав румынского фольклора, цыганского фольклора, это никак не древняя венгерская музыка. И вот Золтан Кодея с Билл Баркоком в 20-е годы задались таким вопросом, значит, у них были не просто творческие задачи, они ставили перед собой педагогические цели, они хотели вести в оборот, в широкий оборот венгерский, подлинный венгерский фольклор. И вот изучая древние истоки, как раз о том, о чем Чернин говорилось, откуда, какие, значит, корни, они обнаружили, что надо смотреть чувашскую музыку, и вот Золтан Коде нашло много общего между ритмикой и чувашских песен, и ритмикой венгерских песен, и он считал, что именно на этой ритмике надо раскидывать подрастающие поколения. Вот сейчас я процитирую вам одну фразу из его статьи «Зачем нам нужна чувашская музыка?». Он считал, что кто преодолел ритмические трудности музыки чувашского, марийского и других народов, что легче справится с сложными ритмическими фигурами современной музыки. Ну, действительно, ритмика чувашского хольклора, она в корне отличается от ритмики профессиональной музыки, поскольку она основывается на древней квантитативной системе. Это особый тип, встречающийся в античной древнепреческой поэзии, средневековой магдальной музыке, музыке арабов, иранцев, тюров и других народов. Вот. И я думаю, что в завершении своего доклада я могу сказать, что исследование этномузыкальных правилей, это тема, которая, ну, должна звучать, должна призываться. И я хотела бы сказать, что она успешно от него призывается. Хотела вам ее поднести в подарок. Да, в вашей библиотеке, в вашем институте будут две книги, значит, посвященные как раз этно-музыкальным параллелям. Значит, это здесь исследование происходит как бы в историко-хронологическом аспекте, а вот это в теме, в частности, это труды, посвященные народу кубики, вот труды руководителя нашего отдела, отдела существовательного Чувашского государственного института гуманитарных наук. Вот. А вот эта книга, она посвящена профессиональной музыке, да, и тут содержится сведения о чувашских композиторах, о всех чувашских композиторах, которые были профессиональными. Но называется она «Справочник». Вообще, это издательство, когда делало заказ на грант, они подали заявки «Справочник». Вообще, это очерки, очерки, посвященные, значит, композиторам. Подобные очерки были написаны 30 лет назад. Вот. Музыковинам. Первым музыковинам, ваш Юрий Александрович. Ну, а мне бы было честь, значит, дополнить его очерки новым материалом и создать вторую часть композиторов конца 19-го, конца 20-го, начала 21-го. Так что, благодарю вас. Спасибо вам большое. И переходим к третьей части нашего семинара. И это очень необычное развитие такого прекрасного начала, для них оно будет еще более замечательным. К нам у нас в гостях сегодня, Чувашский хор. Павлодительство, у Галины Александровны Никитиной, научного сотрудника кафедры экологии степеникового пункта МТО. Конечно, хор это просто сказано. У нас тут такая маленькая ее часть. Маленькая часть хора. Но зато у нас есть дети. Это наша горлость. Хочется внести немножко перчинки вот в это такое словословие. Отводные спасибо прокладчикам. Все так здорово, так хорошо, прям Чувашский. Конечно, на самом деле, проблем больше, чем хотелось бы. И в смысле разговорной речи, которые не отличаются из нас. Да, ну вот это вот наша единственная радость. Такая грусти больше, конечно. Ну, хору 30 лет. Мы на пороге 30-летия. И за это время происходило множество всего. И все противоречия общества, они как бы имели отражение у нас тоже, в том числе и понятие идентичности. Что есть оно, а что не совсем. А вот на заре вот этого возрожденческого движения, когда все были романтиками, казалось, что прекрасно, сейчас откроются молочные реки с кисельными берегами. Мы тоже так думали немножко. Ну, правда, с некоторой долей критики. Вот. А критически относиться к их словам помогало, в общем-то, такое видение мира не только Чувашевым, но и за пределами. И жизнь при Балтике тоже прибавляла перчинки, потому что я ясно видела, как было там, как у нас. Вот. Получила от них пинок вдохновения, с тем, чтобы как-то Чувашевская культура тоже еще ваше отмечала. Вот. Что еще хочется сказать? Я пережила огромный потокризм внутренний. То есть мне нужно было перейти от академического хора, значит, переклинить свое сознание, значит, вот в это парфюрное, и на самом деле это был очень болезненный переход, очень, потому что бриканта мешала, вообще все ценности мира прям как-то ополчились и вот надвигались на меня. Но у меня, значит, контрафункт заключался в том, что в этом полифоническом существовании девушки, которые пели в холле, они как раз наоборот были оттуда, а вот в очень народном настроении. То есть вот это все время в таком противоречии. Я их все пытаюсь куда-то вытащить, как мне кажется, в какие-то красоты, а они меня все туда делают. В общем, это такое противостояние, на самом деле, было в каком-то смысле плодотворно, потому что оно, в общем, ну, во-первых, привело меня к любви к подлёгу. Я его полюбила потом настолько, что я там готова была подрубать голову всем, кто думал не так. Да, то есть это было такое вот самосознание, такое перевернутое, когда я поняла, да, вот это действительно, и какое там, какое обновление, какие вообще новые веяния. Это вот вот эта вот драгоценность, она должна быть сохранена как драгоценный камень, не надо его ничем обрамлять. И мы долгое время просто упали в фольклор. И к тому же, а помогло этой любви еще, конечно, вот это вот экспедиционное творчество. То есть, когда ты 25 лет ездишь в поле, ты уже понимаешь, во-первых, ты чувствуешь песню, такую, как она есть, и проникаешься в эту насудку, что уже все, ты влюблен, и там никакие там какие-то мари не могут быть. Все ушло. И вот мы долго существовали в этом, потом нас уже начали называть фольклорным ансамблем в какой-то период, когда мы только этим и занимались. Вот, но потом, понимаете, вот вообще как это все происходит, мне кажется, в культуре. Вообще вот существуют такие темпоральные понятия культуры, сколько она существует, вот в своем таком благостном существовании, когда она чувствует себя комфортно, да? Ну, так же, как ребенок рождается, ухо рискует становление, он достигает зрелость, и потом, хочешь не хочешь, наступают кризисные моменты, какие-то спады, и переосмысление всего. Это мне обидно происходит. Вот, и ты снова начинаешься, начинаете снова начинать творческие муки, опять же, что же делать, как же быть, вот туда или что. К тому же еще исполнительские возможности не допускают куда-то стремительно выбросить. Но, в целом, мне кажется, вот эти вот противоречия, как внутренние, так и внешние вызовы культуры и влияние мирового музыкального мейнстрима, в том числе, оно все равно нас влияет. То есть, как тут по такому, есть такое, значит, выражение, интеллигентское ухо средней чуткости, оно тоже немножко деформируется под воздействием неогромного шума. И, в конце концов, ты приходишь к тому, что, наверное, музыки должно быть чуть меньше. Вообще, шума меньше, поскольку музыка уже стала просто каким-то фоном, и когда может этим пальчиком нажать и тебе там море разливано всякой музыке, теряется ее ценность. И тут же снова ты начинаешь думать, а что же делать, занимаешься какими-то обработками, за которые тебя ругают бесконечно. И вот сейчас мы начнем с той песни, за которую нас пинали все, вот, начиная со слов, спрашивая и с вопросами о том, на каком языке вы поете. Наши чистокровные чувашины, задавшие вопросы. А все к чему? Потому что, вот как и язык в нашем пользовании достаточно примитивном, вот я сейчас говорю, наверное, на русском, да? И так и песенный жанр, он тоже вот как-то нашел себе такую лакуму маленькую, где все, все слова, в общем, почти везде слова одни и те же. Я уже не говорю о музыкальной составляющей, которая все сводит к чистушечному рэпу, да, по-чувашски и так далее. То есть все упрощается. Вот это редукция всего, лексики, музыкального материала, и лишь бы быстрее и веселее. Везде же против. Причем этот запрос, это вообще рождают, я считаю, режиссеры. Я бы с ними скрестила шпаги, потому что им хочется, чтобы было все весело и красиво. Хорошо. И в те времена, когда мы еще пели только акапельное и больше никак, и когда мы на чувашской сцене, помню, уже в завершении праздника спели свой венок чувашских песен, и там нас нельзя было остановить и выключить, потому что, извините, это вам не фонограмма. А получилось так, что вот эта огромная площадь, которая стояла и ликовалась, уже после салюта, можно себе представить, чувашское пиво, шортан, да, уже все такие горячие там, площадь просто дымилась, а нас выставили именно в этот момент, там где-то около 2 часа ночи. Вот. А что, а у нас репертуар был такой начальный, неправильно сыграть. И мы спели свой венок, вот он заключался из подражания волынки, там, не менее, потом что-то было, вот эта вот девичья песня о выборе из жениха и этот лох, и тут шепчик марта. Потом мы спели, значит, часть из Севиты Асламас, ой, как я, неправильно назвала, Азамат, да, вот, и потом у нас был, в конце заключалась сыреть. Ну, тот, кто знает, вот сейчас понимает, о чем я говорю. Вот, и, можете сказать, что площадь замерла. Вот понимаете, вот это к слову о том, на что реагирует народ, и что ему надо на самом деле, и что об этом думают прекрасные режиссеры, которые считают, что вот, им надо вот это, да, значит, масло масляное, сладко-сладкое. Нет, люди понимают. И еще был такой эпизод, просто, извините, я же много говорю, потому что нас мало, а хочется выставить где-то. Да, значит, смотрите, и тоже со мной почувствовали эти самые, наши приглашенные, знаменитый хор турецкого, который был приглашен на 550 лет. Они почему-то решили, что для чувакса можно петь там какой-нибудь распопсей. Да. И вот они поют, а народ вообще не реагирует. И потом, когда они спели что-то приличное, классику, и народ зааплодировал, и прямо вот, и пошел какой-то, я хотя по телевизору все и смотрела, я же не пошла, в столкну не зашла. Значит, это было понятно, что люди прекрасно все понимают, их даже не надо учить, а душа им подсказывает, потому что все уже устали от этого топ-топ-гопс-топс-парабидос. Правильно? Вот. Ну вот что я хочу сказать. Грустно мне, при том, при том богатстве чувашской песни. Вот ведь к чему я хочу. Ведь я совершенно правильно говорила прекрасный докладчик Бушуева музыки. Спасибо вам большое. Вот. И все это так. И пентатоника ты у нас. И все, что хотите. И сколько еще неизведанных параллелей, которые ты чувствуешь, когда приходишь с одной культурой в другой. Я, например, параллель почувствовала и с эстонской музыкой. Там у Турмеса в картинках вот этих календарных песен чувствуешь это. До дрожи. Это такая вибрация идет. Это не с чем, почти объяснить нельзя. Там есть скрытая пентатоника. Она есть, в принципе, везде. Прикрытая диатоникой. Давно уже все сглажено, утюгом, под паром. Все хорошо. Но вот на самом деле ведь пентатоника это соприродный лад. Он не родился. Есть много версий его создания. В китайской культуре пять кодов, по которым пентатоник создан. Центр вселенной, четыре страны света и пятая ось. Там много всего социальных принципов. Но вообще он соприродный. И, в принципе, если мы возьмем какой-то условный тростник и сделать там несколько отверстий, то получится пентатоник. Вот и все. И вот эти вот квинтовые соотношения этих нот, которые составляют пентатонику, да, это квинтовый круг так построен. До, соль, ре, ля и так далее. Поэтому это очень сильные корни вообще мировой культуры музыкальной. Хотим мы это, не хотим. Чувашское ли это наше состояние. Просто Чуваши в силу своей действительно герметичности и такого характера немножко упертого, тихий-тихий, но свое знаем. То есть мы свое это держим. И в этом наша сила. И все же культура двигается вперед, тогда подвижется вперед, когда мы будем, может быть, вот смело воспринимать верение культуры мировых мировых ощущений музыкальных и скрещивать это с нашим. Но как это можно сохранить свое? Вот я так думала, 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 что мы должны петь. И то, что мы взяли у народа, вот прям чисто, ну как, насколько чисто это вообще возможно, потому что любое повторение это новое исполнение. Это нужно строить иллюзии, что мы прям вот такие хранители традиций. Любое новое исполнение, даже наше, мы можем три раза петь, это будет каждый раз по-разному. И вот это сохранять, прям в записи, я имею в виду, дальше показывать, что мы с этим сделали, или что с этим сделали, тот ансамбль, который мы записали. И третий, вот что можно получить, чтобы такое было. Вот еще такой одинообразец показать. Их может быть 25, сколько угодно. А в основе вот это вот истины, то, что нам кажется таким, то, что мы взяли, тогда будет нормально. То есть картина, например, новое поколение, которое придет за нами, оно будет знать, что вот это, это алфавит, а это уже слово, это словосочетание, это предложение, и так далее, какой-то идет развитие, оно может быть и прифоническим, то есть главное не ограничивать. Мне кажется, вот сейчас в чувашской культуре, вот у нас наступил такой критический момент, когда тот фольклор, которому люди ломились, и там просто на люкстрах, там висели и слушали, сейчас их нет. Сейчас мы выступаем сами для себя на фестивале. Там кто? Все ансамбли, которые приехали, и их близкие друзья. Вот мы слушаем друг друга. Значит, что-то надо делать, что-то тут не так. Видимо, вот это вот приглаживание, сглаживание, и запрос на то, чтобы все вот пели только так, как сказал там Заразустер, а в нашей культуре там, ну, три человека, которые формировали облик фольклора, да, современного, он сложился таким. И теперь все понимают, чтобы тебе сказали спасибо, ты должен петь только так. Если так не поешь, ты не в обоиме, значит, ты просто вне. Ты аутсайдер. И вот мы пожизненные аутсайдеры. Да. Мы этим гордимся, но мы иногда ломаем себя через коленку и становимся тоже такими же, поем такие же частушки, также залихвастки, все. Ну, вот как бы, мы только хотим сказать, что, ребята, если так, то мы и так тоже можем. Как сегодня. А вот все же, как получится. После такого длительного года. Да, у вас тут еще и пиалинка есть, я спросил. Ну, наверное, с ломкой. Нет, но вы не же настраивали, не так давно. Ну, вполне. И не на таких литровах. Самое страшное, это когда кланч не нажимается. я хотела узнать, но это совсем не надо. Значит, мы сейчас поем песню, она, мы ее называем «Гимн земли», это «Наши пусты». И вот тут у нас вот как раз вот и ловят. А что это такое? Вот что пусты, а я свой пуст, никто прям не понимает, и рассудок всех изнемогает. Значит, это очень просто, это просто название реки. Вот, записала эту песню в красноармейском районе, ее там прекрасно все поют, а когда услышали наши обработки, у нас сейчас просто нету, нам показали, посоветовали, не брать никаких минусовок, плюсовок, ничего. И мы пошли навстречу в вашем преларе. Вот, и все, а вот эта часть поля около этой реки, они эмульцы, я туда специально поехала. Вся там, ну не знаю, через какие дебли я прорывалась одно, потому что из этой реки сделали водохранилище, и она стала вот такой. Но понимаете, как именно около этой реки очень плодородные земли. И там вот такие вот зерна, дебли. Я вот это сама все видела и фотографировала. А знаете, как это все, а вот это не зная, просто, не знание этой реки, да, ну что у нас, что у нас знать, Волга, Суран, что там еще может быть, ну, Цивильса, в лучшем случае, Шабал, все. Остальное нам неизвестно. И вот это вот не знание каких-то даже географических названий поставило людей в тупе. И вот гимническая музыка, ну, понятно, что это все было схематично, а содержание здесь заключается в том, что это, в общем-то, пособие о том, как себя нужно вести, как сажать клей, как его выращивать, как собирать. Вот такое противоречие. Вроде стул грома. Мочу. Мочу пусы, Пое славусь, Мочу пусы, Пое славусь, В черве львца Горяя смат, Мочу пусы, Пое славусь, И я снова славусь, Пое славусь, Пое славусь, В черве львцу Мочу пусы, Пое славусь, Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну, маленький у нас был только слушать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 И квантитативным ритмом, и вот эта очень, конечно, вот эта связь, эта параллель, которая прослеживается, она очень интересна, и хочется дальше исследовать это и изучать. Ну, дорогие коллеги, времени уже так много, да, что, наверное, не так много времени для вопросов, но, может быть, если все-таки есть желающие, то этим надо. Да, у нас есть вопросы, желание успеть. У нас, мы в вашем участнике взяли, скажите, мы упадем. У вас язык и песни наступили на стены, чтобы на нем можно то, как есть. Да, и вот у вас еще, да, чудесный опыт, есть еще гости, которые, как-то, реалом уступили. Мы представляем собой Беспетербургскую экспедицию, которая в 2016 году ездит в село Малое Крючкино под руководством Маши Холодиловы. Узнав про то, что сейчас часть из нас учится в Москве, мы подумали, что раз здесь проводим Чувашский семинар, мы могли бы спеть те песни, которые мы поем в экспедиции. Это будут две песни. Первая на русском называется «Цветочек», по-чувашски «Чичек», и мы ее записали в 2017 году. Так как наше село расположено очень близко к Марийцам, там есть куплет на Чувашском, припев на Чувашском, припев на Марийском, и сделанный в 2017 году нами перевод на русский. Его сделала Наташа Тарасова, которую мы тоже споем. А потом мы споем чувашскую песню «Щемущавить», тоже с переводом на русский, ее так поют у нас вслед. Субтитры создавал Наташа Тарасова, «Цветочек», «Цветочек» «Цветочек», «Цветочек» 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Спасибо, дорогие коллеги, есть ли еще вопросы? Я думаю, что они наверняка есть, конечно, их много, но вот сейчас предлагаю всем переместиться в седевую аудиторию и продолжать обсуждение в более теплой атмосфере. Я хотела сказать о том, что следующий семинар, уже намечена дата, состоится 17 октября, будет послушен первымским языком, мы вас очень ждем и надеемся на новых встреч. Еще раз огромное спасибо нашим гостям, участникам семинара. Спасибо.